Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. А сейчас коротко о главном. Первым делом самолеты в преддверии дня дальней авиации российские летчики на аэродроме в Дягилево отрабатывают навыки пилотирования. Парковка около вокзала «Рязань-1» может стать бесплатной. Это предложение обсуждается в Рязанской городской думе. Трудности не помеха в достижении целей. Восьмилетняя Виктория Тугарева с двух лет успешно поет в хоре, имея редкое генетическое заболевание. Платную парковку у вокзала «Рязань-1» ликвидируют. Такое решение вынес арбитражный апелляционный суд. Напомним, платная парковка появилась у вокзала осенью 2015 года. В апреле этого года на ней отменили бесплатные 15 минут. На днях одна из фракций городской думы предложила вернуть этот промежуток. В апреле 2016 года мэрия подала в областной арбитраж иск о расторжении договора с организовавшим парковку арендатором участка из-за больших долгов. Также муниципалитет требовал от фирмы освободить территорию и выплатить 260 тысяч рублей за должности по арендной плате и 8,5 тысяч рублей пения. От финансовых претензий чиновники впоследствии отказались. В июле суд решил расторгнуть договор и обязал арендатора освободить участок. Владелец парковки обжаловал решение в апелляционной инстанции. Рассмотрение жалобы шло с августа. 23 декабря в России отмечают День дальней авиации. Он был учрежден в честь первого полета бомбардировщика Илья Муромец, который состоялся в декабре 1913 года. На тот момент это был самый большой самолет в мире. Он мог держаться в воздухе около 7 часов. Теперь в распоряжении пилотов современная система радионавигации и управления оружием. Это позволяет совершать перелеты на тысячи километров. Дух захватывает при виде огромных самолетов. Сложно поверить, что железная птица способна оторваться от земли. Но для летчиков дальней авиации возможно и не такое. Дягилевский аэродром ожил с раннего утра. Профессиональный праздник – День авиации сотрудники встречают на посту. На небоевом, а учебном. На базе аэропорта находится центр боевого применения и переучивания летного состава. Задач у него две – повышать квалификацию кадров и осваивать технические новинки, которые каждый год изобретают военные инженеры. Если мы смотрим и внешне видим одни и те же самолеты, это не говорит, что мы не обновляемся, не модернизируемся. От тех самолетов, которые выпускались в этом облике в 70-е и 80-е годы, остался только фюзеляж. Начинка полностью обновлена, более совершенно переведена, скажем так, молодежным языком на цифру. Современное оснащение требует от пилотов максимальной самоотдачи, ведь переучиваться приходится в год по несколько раз. Для повышения мастерства сюда приезжают пилоты и штурманы со всей страны. На сегодняшний день подготовку прошли уже более 60 тысяч специалистов, в том числе и из других государств. Дмитрий Панькин приехал из Калужской области. За штурвалом самолета он уже 7 лет. Свою карьеру начал еще в школе, поступив в класс с летным уклоном. Сейчас он помощник пилота, но жажда знаний и развития подталкивает на новые подвиги. Да, я со строевой части «Шайковка» был выписан из списка в части и попал в Рязань для дальнейшего переучивания на командира корабля. А потом куда родина, скажем. Переподготовка займет 2-3 месяца. Чтобы уверенно чувствовать себя в седле железного коня, он пройдет тренировки на специальных тренажерах. Задание включает в себя полный список дел, которые придется выполнить в кабине реального самолета. Начинают с самого простого. Необходимо выехать на взлетную полосу, подняться в воздух, сделать круг и приземлиться. Самым сложным традиционно является отработка внештатных ситуаций. В состав экипажа входят 4 человека. Это старший пилот и его помощник. Они непосредственно управляют самолетом, а также два штурмана, которые наводят на цель и сбрасывают ракеты. На каждое задание штурманы берут с собой планшет, карту и измерительные приборы. Ведь точно здесь требуется ювелирная. Возможные боевые задачи тоже отрабатываются на мирных тренажерах. При этом тренировки проходят в условиях реальной городской местности. На данном типе тренажеров представлена приближенная визуализация рязанской местности, рязанской области. Летчики тренируются, уже представляя, что будет их ждать в реале. Благодаря такой подготовке, первый раз сев в кресло пилота или штурмана, летчик не испугается. Полученные навыки и знакомая местность помогут быстро привыкнуть к новому статусу и новым обязанностям. А вот неподготовленному человеку даже находиться рядом с самолетом неуютно. Закладывает уши, практически ничего не слышит. Сложно поверить, что происходит в кабине самолета. На самом деле в кабине тише, чем снаружи. От громкого звука спасает звукоизоляция на стенах. Тем не менее, разговаривать все равно тяжело. Поэтому члены экипажа пользуются радиосвязью. Это позволяет быстро ориентироваться и советоваться, работая как точный механизм. А также слушать оперативные поправки диспетчера. Ведь боевые задания у летчиков дальней авиации могут быть самыми разными. Дальняя авиация выполняет задачи и на территории Сирии. Поэтому подготовка летного состава. Этому вопросу сейчас уделяется особое внимание. Для того, чтобы эффективность работы дальней авиации была высока, необходимо ее тщательно и технику, и летчиков готовить. Небо всегда притягивало молодых людей. Сильные и отважные они совершают подвиги, не задумываясь о собственной жизни. И все ради того, чтобы каждый из нас чувствовал себя в безопасности. Перед мне хотелось бы поздравить всех ветеранов дальней авиации, всех командующих, которые ныне здравствуют дальней авиации. Ну и, конечно, всех своих боевых товарищей, членов семей. С наступающим праздником крепкого здоровья, успехов. И самое главное, безопасной летной работы. Следующая новость касается коллекторских агентств, организаций, которые занимаются взысканием долгов с граждан. Уже не один год разговоры вокруг работы этой структуры не утихают. Многое говорится об угрозах коллекторов в адрес людей, где-то они переходили в реальные действия. В свою очередь, государство пытается предпринять все меры, чтобы стабилизировать деятельность коллекторских агентств. На этот раз было одобрено предложение наделить Федеральную службу судебных приставов функциями регулятора коллекторского рынка. Минэкономразвитие направило в правительство поручение подготовить закон и проект, который законодательно закрепит соответствующие функции судебных приставов. Закон определит формы дополнительного финансирования на выполнение новых функций. Впрочем, до 1 января 2017 года, когда в силу вступят основные части профильного закона, а работа вне реестра будет запрещена, времени осталось мало. Федеральная служба судебных приставов должна разработать целый ряд нормативных актов и создать сам реестр, куда включить участников рынка. Помимо бюрократических проволочек, у Федеральной службы приставов есть и более серьезные причины повременить с надзором за коллекторами отсутствие бюджета для финансирования такой деятельности. Служба приставов оценивает потенциальную стоимость своего участия в надзоре за рынком взыскания в 0,6 миллиардов рублей. Принят 230-й федеральный закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Данный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Основные нововведения данного закона заключаются в том, что он достаточно четко регламентирует деятельность коллектора. В частности, коллекторам будет запрещено совершать какие-то противоправные действия в отношении должников. Коллекторам запрещается производить действия, связанные с угрозой причинения вреда здоровью, с угрозой повреждений или самим повреждением имущества должника. Также будет регламентирован порядок встречи должников и коллекторов, также порядок взаимодействия коллекторов с близкими, родственниками, коллегами, должников. Коллекторам будет установлена периодичность звонков. Звонки и встречи должны будут совершаться с 8 утра до 10 вечера. Звонки не чаще двух раз в неделю, визиты не чаще, чем один раз в неделю. Должник получит право отказаться от встречи с коллекторами. Об этом он должен будет известить, письменно уведомить должника. После этого коллекторы не имеют права с ним встречаться. У граждан теперь есть комплекс законодательных и практических мер для того, чтобы эффективно отстаивать свои права. А коммерческая деятельность по взысканию просроченной задолженности становится под общественный контроль и в четко определенные рамки. С приближением Нового года в Рязани происходит все больше торжественных мероприятий. Детские елки, концерты, праздничные спектакли. В некоторых из них принимает участие Виктория Тугарева. Восьмилетняя певица, выступающая сольной, в хоре имеет редкое заболевание. Она хрустальная девочка. Глядя на этого ребенка, сложно поверить, что она прошла через множество трудностей реабилитации, восстановлений. Виктория очень активная, веселая, радостная. Она много читает. Поэтому речь ее и уровень мышления находятся на весьма достойном уровне. Вы говорили, что с таким генетическим заболеванием можно ли ходить? Все можно. Нет ничего невозможного. Как мне говорила мама, когда я не могла сделать, например, одну задачу, которую это невозможно решить. Да, бывало такое. А мама меня поддерживала. Нет ничего невозможного. Хрустальная болезнь – хроническое явление, характеризующееся повышенной ломкостью костей. Для того, чтобы Вика могла себя чувствовать хорошо, а кости ее были укреплены, девочке приходится регулярно проходить дорогостоящее лечение, прерывать которое нельзя. Было трудно очень с прошлого года. После того, как мы попали в больницу, мы практически год не могли встать, поправиться так, как нужно. Но в результате мы вышли, вышли из кризиса, позвонили опять в Москву, в ту клинику, где занимаются такими детьми. Сразу началось лечение, нам собирали деньги. Кстати, спасибо большое всем людям, которые откликаются на такие моменты. Это действительно необходимо, потому что в нашем государстве по-другому очень тяжело лечить детей. Девиз семьи заключается в следующем. Кто захочет, тот найдет 100 возможностей, А кто не захочет, миллион причин. Поэтому и Виктория с раннего детства воспринималась как обычный ребенок. В два года она начала заниматься пением и добилась хороших результатов. Теперь Вика выступает в хоре мальчиков, потому что сама так хочет. Среди юношей разных возрастов это единственная маленькая принцесса. В репертуаре исполнителей классические произведения. Они поют на русском, на английском и на французском языках. Это только начало жизненного пути Виктории, но она уже наполнена большим количеством позитивных эмоций, грамот, дипломов и верой в то, что все невозможное возможно. Это изречение относится и к другим людям. Рязанский театр «Кукол» гостеприимно распахнул двери и открыл новогодний сезон. Первое представление было организовано для многодетных семей. В волшебную атмосферу зимней сказки и настоящих чудес окунулась и наша съемочная группа. Каждый год Рязанские театры в канун новогодних праздников распахивают свои двери, чтобы привнести в нашу жизнь частичку волшебства. Действительно, где еще дети и взрослые смогут встретиться с главными новогодними волшебниками Дедом Морозом и Снегурочкой, поводить хоровод вокруг красавицы и елки и спеть традиционные новогодние песни. Рязанский областной театр «Кукол» начал череду новогодних представлений с благотворительных показов. В этом году в их организации активное участие принимало Министерство социальной защиты населения Рязанской области. Министерство социальной защиты в этом году принимало участие в организационных мероприятиях. То есть дети, которые участвуют сегодня, это дети из многодетных, малообеспеченных семей. И мы помогли организаторам этот праздник сегодня провести именно для целевой аудитории детей, те, которые действительно нуждаются в дополнительной поддержке, в дополнительном внимании. Кроме того, Министерство сегодня проводит акцию и каждый ребенок получит фотографию по итогам праздника. И волшебство будет продолжаться для них в течение всего года. В этом году Рязанский областной театр «Кукол» приглашает всех посетить представление «Голос елки». Как уже понятно из названия, одним из главных действующих лиц станет сама зеленая красавица. Конечно же, не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки, главного символа наступающего года петушка и злодеев, которые будут пытаться помешать наступлению Нового года. Традиционно первую часть новогоднего представления проходит в фойе возле елки. В этом году мы постарались сделать ее еще более красивой, новые украшения на елке и новое оборудование добавлено как в фойе, так и на сцене. Продолжается же спектакль на большой сцене. Как обычно, благодаря новейшему оборудованию и спецэффектам, зрителей ждет невероятно красочное представление, которое наверняка создаст новогоднее настроение и погрузит в сказочную атмосферу и детей, и взрослых. На данный момент это все новости. Следите за событием на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин